Защита прав детей и молодежи. Форум под таким названием в Ивановской области проходит уже второй раз. Инициатор прокуратура. Приглашенные все, чья деятельность так или иначе касается данной темы. Депутаты, правоохранители, представители исполнительной власти, общественники. Спектр тем широк от домашнего насилия до безопасности в сети. Форум проходит в форме дискуссионной площадки. Необходимо отметить, наметившую тенденцию к снижению преступлений, как в отношении сожалетних, так и совершенной ими. Так, в 2016 году уровень подростковой преступности снизился на 11,5% до 384 преступлений. В 2016 году, благодаря совместной работе прокуратуры с органами учреждений СИЭМ профилактики, зарегистрировано снижение на 40% количества преступлений, совершенных в отношении совершеннолетних. В текущем году почти 95 тысяч человек обучаются в общеобразовательных организациях. К 2020 году, по прогнозам специалистов, их количество увеличится до 101 тысячи. А потому доступность качественного образования – одна из центральных тем форума. Учитывая те задачи, которые поставлены перед образованием на федеральном уровне, а именно ликвидация в школах второй смены к 2020 году и перевод школьников из зданий с высокой степенью износа в здания, соответствующие современным условиям обучения, в прошлом году в регионе разработана программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на территории Ивановской области на период до 2025 года. Этот год можно считать знаковым для школьного образования. В регионе приступят к строительству сразу двух новых школ. В этом году мы начинаем строительство двух школ в поселке Савино, Савинский район соответственно, и в поселке Каминский, Родниковского муниципального района. Параллельно мы приступили к проработке организационных вопросов строительства школ в областном центре и других муниципалитетах. О доступности до школьного образования в Иванове рассказал мэр Владимир Шарыпов. Только за последние три года в детских садах появилось 1380 дополнительных мест. Из бюджета города на эти цели потрачено 220 миллионов рублей. В 2017 году уже создано более 80 дополнительных мест. До конца года планируется открыть дошкольное отделение на 60 мест при гимназии 44 в Суховодерябихском микрорайоне. Также администрации города прорабатывается вопрос о передаче от департамента здравоохранения нежилого помещения в микрорайоне «Сортировка». Там у нас тоже серьезная проблема. Для размещения в нем после капитального ремонта дошкольного учреждения на 220 мест. Кроме того, с апреля текущего года 50 жителей областного центра, работники сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики получают компенсационные выплаты части затрат на оплату детского сада. Их малыши, по сути, посещают частные учреждения по цене муниципальных.